Музыка О, привет! А чё это вы рано так? Я только проснулся Ой, и чё вы хотите? Вы пришли сюда Опять у меня по квартире будете бегать Как в прошлый раз Ну у меня, короче, есть предложение такое Весь день сейчас буду жить чисто по лайфхакам Хотите? Ну лайк ставьте Типа если хотите, я вот сейчас их вижу Уже много вижу Всё, значит хотите Я покажу из чего у нас сегодня лайфхаки будут Только проснулся, голова не соображает Скотч, тесто А, да, рецепты ещё же будут Шоколад, арахис Эй, иди, ну поедай шоколадки Иди побегай по полу А, ручки Не сразу напёр Шарик, это типичный мой день, я так живу Всё, явно что-то ещё Но оно потом по пути появится Так, с чего я начинаю свой день? Ну конечно же Нет, не то У меня просто усы намокли Целый день я начинаю с того, что привожу в себя вид Видите, какая ужасная прическа Это всё последствия плохого сна Ну нам нужно помыть голову В этом никакого лайфхака нету Ну есть вот такой вот замечательный лайфхак Там показывают, как правильно сушить голову Сейчас я помою голову и буду так же сушить У меня есть хендер-шонда Из пятого класса им вытираюсь Ты реально? Да хорзная Как будто она уже лет пятнадцать у меня А, не, надо же волосы мокрые оставить Уже высушил почти Вот, типа лень мне полотенцем Где-то здесь у меня находится свитер Надо же свитер ещё найти для этого Вот, мой любимый с розами Фууу, одышка ебическая После того, как голову мыло Наде у меня, интересно, этот, вентилятор, блядь Ну подскажи, не справляюсь Фен? Да, фен Так, обычно фен у меня лежит на кухне У меня уже голова, по-моему, высохла почти Потому что я просто хожу Так, сейчас всё будет красиво Смотрите, завязывайте Учитесь, будете же пользоваться стопроцентом Потом всю жизнь Вы никакой канал по-любому не гуглите с такой хуйней. А тут я вас этому научу. У тебя какой-то бабкин платок. С розами. Сейчас завяжу. Я вспотел, пока я эту хуйню сделал. Так, теперь надо вот это вот так. Сейчас мы очко сделаем. Ничего, наверное, не получится. Оно не долетает до головы. А, мне жжет в ухо. Оно не летает там внутри. Что делать? А может у меня свитер слишком в сеточку? Надо кофту, наверное, еще воздуха не проницаем. Сейчас я поближе вот так сделаю. Надеюсь, я себе череп не сожгу. Погнали. Да, блядь. Да, блядь. А, жжет голову, ебать. С одной стороны причем. А что, как делать-то? Нихуя внутри не происходит. Так, по-моему, еще потею там. Вообще говно какое-то прям. Ну, по-моему, я просто себе печень для мозга создал. Так, что? И можно ухо так лечить. Если простудил. Это я еще в сторону там направляю, чтобы не сильно больно было. Нет, все, не могу, короче. Это пиздец. Это жесть. Ну, что, сухой? Тут вот сухой вроде вот так. А тут вот мокрый уже. Ну, короче, лайфхак полное говно. Сейчас я засушусь. Чувствую себя вдохновленно. Ну, чтобы быть не вот таким красавчиком, я пользуюсь глина. Я понимаю, что вы там сразу с геями всем ассоциируете. И так и я делаю, Макс, когда мы говорим, глина на волосы, на маше. Мы с Максом еще тоналочками одинаковыми пользуемся. Видите? Да это не нацвая, блядь. Так трете, блядь. Сука, после, блядь, этого вентилятора волосы ебанутые. Сейчас мы идем завтракать. По вот этому вот лайфхаку, видите? Вот это вот этот лайфхак. Класс, да? Я сам вахтаю. У меня поэтому тоже все время в морозилке лежат яйца. Вообще, тикток жизнь моя. Сюда одно яичко не выдержало, видимо, льда внутри себя. Для этого нам нужна доска. Наша кривая скотода из прошлого видео. Блядь, яйцо не замерзло. А ну сколько уже, 2-3 часа лежит? Блядь, течет, сучка. А оно вообще может замерзнуть? Ну ладно, я справлюсь. Я верю, я его реанимирую. А, ну как снег стало. Смотрите, разворачиваем. Через несколько часов достаем. Ну оно лежало часа 3 на быстрой заморозке. Включаем, нажимаем. Масло надо. Срочно. Все, хватит, это и много даже. Тихо, тихо, тихо. Ой, ну что-то такое, блядь. Что это такое? Тут то же самое. Надо, наверное, в 10 раз дольше ложить. Тут еще хуже ситуация. Сейчас, смотри. Идеальный завтрак. Смотрите, сейчас будет красиво. Блядь. Надо посолить, конечно, еще. Камни попадали с соли. А что последнее? Да ну неудачник, блядь. Пусть валяется вот в таком состоянии, и ее будет вот это хуесосить в ответ. Ты выглядишь погано, гнида. Может быть, это будущие муж и жена были бы. Желток можно отдельно пожарить. По-моему, охерена. Ой, ну и говно, блядь. Я бы мог охеренную яичницу сделать вместо этого. Ну, короче, готово, черт, блядь. Так, да сука. Блядь, мой завтрак. Вот я приготовил по рецепту из тиктока яичницу. Мне нечего сказать, это тупое яйцо. Чаем? Я позавтракаю? Что такое? У тебя что-то упало из-за рта. Да? О, у меня, кстати, дырка здесь. Смотрите, дырка. Я хожу так, как бездомный, представляете, с дыркой. Но у меня есть на этот случай еще один лайфхак. Мне, правда, для этого нужны нитки всякие, всякие там, иголки, нитки. И вот такой лайфхак отвечают. Но у меня их нету. Поэтому я воспользуюсь еще одним лайфхаком от Гительмана. Лайфхак для голодных. Кто есть, хочет пообедать или поужинать, находите рядом с домом, с квартирой мусор-кот. Так, еще, еще, вон. Мы нашли, короче, тут яйца. Ну, я уверен, там не только еда есть. И всякие нитки с иголками по-любому лежат. Бабки же туда что-то должны выкидывать. Старушки вот эти, которые умерли, но раньше шитьем занимались. Внук приходит такой, все, хата свободная. Все в мусорку выкидывает. Надеюсь, тут не сдыхала никакая бабка недавно. А нет, какая-то сдыхала, видите? Ха-ха-ха-ха. Самая длинная. Надеюсь, в нее будет проще всего попасть. Сейчас мы отмотаем сразу, сколько нам надо на звезду Давидыча. Чувствовали сейчас скринж? Я тоже. Пизда мне, блядь. Что я вижу, блядь? Я такой иглу никогда не видел. Там дырки просто не существуют. Это пиздец. Что это? А нет лайфхака, как нитку засунуть? Ебать. Вот если бы не ролики, я бы ни в каком плане не развивался. Хоть так. Блядь. Лучше в этого мужика поиграть, который в котле сидит и кувалдой наверх залазит. Сколько можно уже? Я не могу. Вот же попало. Лучше помогу тебе с другой стороны. Иначе мне пизда. Нет, все поздно. А вот, давай. О! О! Вот это вы сейчас охуеете, смотрите. Без всяких вам лайфхак показываю. Смотрите, учитесь. Наверное, это так делается, я не помню. Вот так вот. Опа. Мы сделали петлю. Так, все, можно теперь свист душить. Главное, пузо себе не воткнуть. Так, ладно, как сначала? Вот, блядь, вот так сначала. Потом вот так наискез чуть-чуть. Вот так, да? Угу. Вот так вот. Я в этой майке потом буду в роликах сидеть, так что наблюдайте. Ладно, что-то вообще не так все. Что я вижу вообще, блядь? Блядь, как-то надо назад высунуть. Да лезь, сука. Да она там застряла куда-то. Сейчас дра будет тут огромная. Да что я вижу, блядь? Нихуя села я в хак. Это какой-то пиздец. Во! Потом, короче, не надо внутрь туда втыкать. Надо, блядь, вот так сбоку взять. Угу. Вот так от дырки. Нет! Дай его так. Ну, это точно не то опять, блядь. Ну, че за нахуй? Не тупите, короче. Берите нитки по цвету майки и делайте звезду Артема. Как лайфхак? Это нихуя не лайфхак. Это, блядь, тяжело. Я че, я криворукий. Как я буду это шить? Говно лайфхак проверил. Раз сложно, ни лайфхак не считается. Все говно. Усы мокрые. Протру. И пойду теперь губы делать. Ну, так как я вот проснулся, сделал себе красивую прическу, позавтракал, зашил майку. Можно теперь идти на свидание. Но, чтобы идти на свидание, нужно иметь красивые пухлые губки. Вот этот парень говорит, что надо 3 минуты вот так сжать их, и через 3 минуты у меня губы станут пухлые. 3 минуты. Ну, погнали. Они у тебя снаружи торчат от чего-то. Ты просто их вот так. Ты опять отжал губы? Че ты их выпучиваешь назад? Готово. Че? Че за реакция? Больше стали? Тихо, ты кто-то пососал или че с ними? Я как будто целовался с мужиками лет 10 без перерыва. По ощущению этого. Пока мы еще не ушли с этой комнаты, я вас научу супер-мега лайфхаку. Скоро уж у вас ЕГЭ там всякая вот эта штука. На всякий случай покажу вот этот вот замечательный лайфхак. Сейчас мы его повторим и докажем, как всегда, что он работает безупречно. И вы, блядь, у меня губы просто, я как будто могу их в иголку-то воткнуть, у меня кровь вот так фонтаном оттуда полетит. Руки-ножницы у тебя. Эдвард, руки-пенисы, смотрели фильм? Ну там он пенисами макарал наест. Я взял ножнички, сейчас я покажу вам, как вам сдать ЕГЭ. Вы ЕГЭ все сдадите тупо благодаря мне. Сейчас лопнет, это все, на что способен этот шарик. Так, делаем вот так, короче. Учу завязывать, смотрите. Изи. Пишем подсказку, которая пригодится нам на ЕГЭ. Четко. Следующий пункт, нам нужно сдуть шарик, чтобы надпись стала микроскопической, чтобы ее увидели только биологи под микроскопом. Смотрите, она становится все меньше, меньше, но вы все больше и больше нихуя не знаете. Ой, ебанья, она маленькая. Переносим свой микротекст. Смотрите, прилепил, четко. Это работает. Так. Знаете, как я сдал ЕГЭ? Не вот так. Я приходил, сидел вокруг беременных теток. И они такие. И я такой. Мы такие все. И мне потом такие. Ты не сдал. Я такой, блядь, ну естественно. Итак, у нас здесь романтическая обстановка. А, ребят, у меня есть, смотрите, что. У меня есть тикток мой. Настоящий тикток. Выискиваю самые, самые, на мой взгляд, ржачные моменты со всех, даже старых каналов. И заливаю сюда. Если кому интересно. Артем говно под ногтем. Заходите на мой тикток. Итак, у нас блюдо. Пирог какой-то дебильный. Из шоколада и орехов. В микроволновке есть духовка. Но у нас нету формочки или чего-нибудь, куда можно положить сам пирог. Поэтому мы берем тарелку от микроволновки. Это старый дедовский трюк, короче. Разберусь с фольгой. Мы так, короче, готовили в этой духовке крылышки там, мало чего. Плохой пример. Обычно я много фольги сюда трачу. Но просто для этого пирога мне жалко фольги почему-то. Ну, мне лень, на самом деле. Вы не думайте, что я микроволновку включу и взорву здесь. Мы включим именно духовку. Мы берем, короче, тесто и шоколадку. Теперь нам нужен ножик. Четыре. Собака жрет активно. Собака, хватит есть хейтеров здесь уже. Вот так делаем. Вот так. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Самый лучший взболт, товарищик, яиц на Диком Западе. Ставим на 200 градусов. И там 20 минут ставим. Вот, и 20 минут ставим. Пока пусть греется. Сейчас, сейчас, вот так вот. Вообще, передоз опять с сахаром сейчас у нас будет. Нормально. Так. Блюдо у нас готовится. Ждем 15-20 минут. Бу! Здравствуйте, я пришел. По-моему, волшебно. Как будто с магазина. Что-то хуёво с фольгой вместе. Ну, у вас-то по-любому дома есть там противень или что-нибудь. А, блядь, это у меня в съемных квартирах нихера нету. Выговорю как есть уж. У нас вечерний ужин. С супер огромным количеством калорий. Чуть не уснул, пока так делал аж. Не, я на самом деле это даже пробовать не хочу. И очень люблю сладкое. Я люблю там мясо, что-нибудь такое сладкое я не очень люблю. А это не особо хочется пробовать, потому что, ну, это пиздец. Тут чуть-чуть слоеного теста и просто остальное это шоколад. Это какой-то ад. Ну, хоть орехи еще всякие есть. Мне кажется, лучше просто шоколадку опять же поесть, как в прошлом блюде, да? Вот, я не знаю, может это надо ждать, чтобы остыло. Кусочек фольги уберу зловещий. Жарилось все это дело и при температуре 200 градусов где-то 25 минут. Такая охуета просто. Это пиздец. Я просто чувствую тупо шоколад. Короче, это тупо растопленный шоколад. Не делайте такого. Не, как да, но если вы супер, не знаю, наркоман сахарный, тогда можете попробовать. Слышите? А Ланя инсульт там уже. Она еле держит камеру, она вот так летает там. Сегодня я и голову помыл, и посушил, ухо себе обжег, манечку зашил, позавтракал, поужинал, губки надул. Все вообще кайф было. Все, по-моему, замечательно. Если вам реально нравится, я видел, какая у вас жесткая отдача была на прошлом видосе. И на следующих видосах вы писали, чтобы я продолжал это снимать. Если вам реально нравится, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии великие и лайкайте видосики. Спасибо большое еще нашему оператору Анне Мяу, который находится за камерой. Без нее бы этого ролика не было. Ссылочка на нее находится в описании. Всех обожаю. С вами был Морган. До новых встреч. У тебя котях на руке. Блять. Ну все, увидимся там. Послезавтра в Майнкрафте. Закрывай камеру. Что, камера закрыт? А. Субтитры сделал DimaTorzok